Бисмиллахи рахмани рахим Вассалату вассаламу аля саиды ламбия и валмурсалин Ва аля алихи тагибин аль-тахирин аль-масумин Ва ла анатудда имату аля адаихи маджмайин Иля киям яуми дин Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату Дорогие братья и сестры Тема, которую я хочу затронуть Является очень важной и значимой В любом обществе, в том числе и в нас В нашем маленьком русскоязычном сообществе Материал, который мне хотелось бы изложить Довольно-таки громоздкий, огромный И я прекрасно понимаю, что тема покажется малоинтересной И многие посчитают ее вообще неинтересной Несмотря на то, что это очень важная и значимая тема Я расставил приоритеты И выбрал самые важные и значимые вопросы Для того, чтобы изложить и поделиться С этими вопросами с вами Итак, о чем мы хотим поговорить? В чем заключается наша тема? Мы хотим поговорить о разногласиях Разногласиях, которые являются Неотемлемой частью любого общества Абсолютно и без исключения Разногласия — это то, чего мы не способны избежать Они возникают по разным причинам По множеству, бесчисленному множеству причин Люди отличаются друг от друга В своем интеллекте, в своих способностях анализировать В своих знаниях В конце концов, в своих намерениях, в своих целях Не каждый человек преследует истину Не каждого человека интересует истина Очень многие люди готовы пожертвовать истиной Ради своих маленьких, мирских, меркантильных, тщеславных интересов И для этого прибегают к манипуляциям общественным сознанием Благо, методов и средств для манипуляции Человечество за всю свою историю придумало огромнейшее множество И все эти средства и инструменты в нашем распоряжении Любой желающий с этими методами может легко ознакомиться Как манипулировать общественным сознанием Поэтому разногласия — это неизбежное явление И в свою очередь разногласия приводят к тому, что Между людьми возникают дискуссии Возникают споры в каких-то моментах Происходит обмен мнениями Происходит обмен аргументами Этот процесс, процесс критики Процесс обмена мнениями Обмена аргументами Дискуссии Это очень важный и значимый фактор Развития и роста любого общества Мы развиваемся именно через критику В том числе и самокритику Через дискуссии Через обмен мнениями Через обмен аргументами Это является очень важным и значимым И очень ценным инструментом для развития и роста Как личностного роста Так и общественного роста Так и роста общества Пропуская свои суждения Свои умозаключения Свои идеи Свои убеждения Через критику Через критический анализ Через критическое отношение других людей Через доводы и аргументы Других мнений И других убеждений Мы Обретаем возможность развиваться И улучшать Свои убеждения Свои взгляды Свои суждения Обмениваясь мнениями с другими Мы способны находить Еще лучшее мнение Или же усовершенствовать свое собственное Через призму Чужих доводов и аргументов Мы способны оценить Непоколебимость наших суждений Непоколебимость наших аргументов и доводов Поэтому Совершенно очевидно Что критика Дискуссии Обсуждения Обмен мнениями Являются крайне важной И ценной Вещью в любом обществе Являются крайне ценными Инструментами В любом обществе И в том числе Дорогие братья и сестры В нашем маленьком Русскоязычном Шиитском сообществе Мы должны Стрепетом Относиться к этому процессу И ценить этот процесс Ибо без него Нас ожидает окаменелость Деградация Первобытное Ваххабитское общество Первобытное Ваххабитское Шиитское сообщество Окаменелое Сообщество Поэтому Мы должны Ценить Это Но Обратите внимание Эта ценность Это ценный инструмент Который дает нам Возможность Расти и развиваться Может приводить К очень пагубным Последствиям Может давать Не те плоды Которые мы ожидаем От этого процесса Вместо того Чтобы Развивать Нас Вместо того Чтобы способствовать Нашему росту Этот процесс Может привести К Конфликтам Ничем не оправданным И не нужным Абсолютно Никому Конфликтам Это Пагубные Возможные Пагубные Последствия Критики Чужого мнения Высказывания Своего Собственного Мнения Это Пагубные Последствия В конце концов Простого Даже Самого Обмена Мнениями Ненужные Ничем не оправданные Конфликты Токсичная Атмосфера Недоверие К друг другу И даже Ненависть Неприязнь К друг другу Злословие Клевета И так далее И тому подобное То с чем Вы прекрасно Знакомы То что Вам Прекрасно Известно Это Пагубные Последствия Этого Ценного И Значимого Для любого Общества В том числе И для нашего Сообщества Инструмента И вопрос Заключается В том Откуда Эти Пагубные Последствия Произрастают Почему Обмен Мнениями Почему Критика Почему Научные Обсуждения Почему Дискуссии Приводят К Вот таким Вот Пагубным Последствиям Таким Нежелательным Результатом В чем Причина А причина Очень Проста Причина В том Что Стороны Конфликта Порой Выстраивают Неправильное Отношение К этому Процессу В стороны Прошу прощения Дискуссии В стороны Обмена Мнениями Конечно Не конфликта Люди Которые Критикуют И люди Которые Критикуются Люди Которые Обмениваются Доводами И мнениями Люди Которые Ведут Дискуссии Порой Выстраивают Абсолютно Непрофессиональное Дилетантское Обывательское И неправильное Отношение К этому Процессу К этому Очень важному И значимому Процессу Причинами Из-за которых Люди Выстраивают Неправильное Отношение Этими Причинами Могут быть Очень многие Вещи Некоторые Люди Вообще Не понимают Что такое Научное Обсуждение Они Понятия Не имеют Они Привыкли К базарным И уличным Спорам И Когда Как-то Взаимодействуют Или Как-то Вступают Что когда Их Критикуют Их Убеждения Их слова Их позиции Критикуют То значит Им Не нравится Как они Выглядят И какого цвета Их глаза И что Над глазами У них Брови И поэтому Воспринимают На свой Личный Счет И здесь Начинается Вот это Абсолютно Абсолютно Дилетантское Непрофессиональное Отношение Кто умнее Кто лучше И так далее И тому подобное Кто Ближе К Богу Что ли Я не знаю И так далее Тот самый процесс Который известен Нам всем Когда люди Просто Устраивают Какое-то Личное соревнование Между собой Это одна из причин Почему стороны Дискуссии Выстраивают Неправильное отношение То есть Просто не умеют Они не привыкли К научным обсуждениям Для них Это чуждо Сколько бы Они не утверждали О том Что они Знающие Что они Ученые Что они Обладали Какими-то Учеными Степенями Если они Не привыкли К этому Процессу Обмена Мнениями Обмену Аргументами И научным Обсуждением Они В этом Процессе Ведут Себя Так же Как и Простой Продавец Помидоров С рынка Ведут Себя Так же Или Любой Другой Обыватель Который Вообще Не привык К обсуждениям И когда Кто-то Его критикует Он это берет На свой счет И обижается Кто-то Не привык Кто-то Не понимает Кто-то Не знает Вообще Как правильно И профессионально Выстраивать Вот этот процесс Процесс Обмена Мнениями Дискуссий Нет Некоторые Другие Понимают Прекрасно Осознают Но при этом Им не выгодно Они понимают Что их позиция Шаткая Что их позиция Неаргументированная Что если Они будут Профессиональное И научное Отношение Выстраивать В этом процессе То они Непременно Проиграют И для того Чтобы конечно же Избежать Этого проигрыша Они специально Переходят К инструментам И методам Манипуляции Избегая Научного Обсуждения Что в свою очередь Конечно же Приводит К конфликтам То есть Причинами Вот этих Пагубных Последствий Этого Хорошего И ценного Процесса Могут быть Стороны А могут Быть И Обыватели Могут быть И наблюдатели Которые Изначально Придерживаются Той или иной Стороны Поэтому Нам необходимо Коснуться Трех вопросов С учетом Ранее сказанного Нам необходимо Коснуться Трех вопросов Первый вопрос Как правильно И профессионально Должны Выстраивать Отношения Стороны Стороны Критики Дискуссии Обмена Мнениями Обмена Доводами Неважно Как они должны Профессиональное Отношение Научное Что самое главное Отношение Выстраивать В этом Процессе Какое Отношение Должны Выстраивать Обыватели Наблюдатели Те которые Наблюдают Со стороны Это второй вопрос И третий вопрос Это вопрос Манипуляций Так как Не всех Интересует Истина Не всех Интересует Правда И не всех Интересует Развитие И рост Общества У них Другие Меркантильные Счастливные Интересы И поэтому Они прибегают К манипуляциям Что в свою очередь Также Влияет Очень сильно Манипуляцией Общественным Сознанием Очень сильный Инструмент Влияющий На толпу Влияющий На большинство Людей Это мы видели И в истории Та же история Его света С одной стороны И Муави И Амру Ибин Аль-Аса С другой стороны Нас учат Тому Что Манипуляции Это Очень сильный Инструмент Не так Просто Не так просто Поднять Немалое Значительное Количество Бойцов И воинов Алибин Абиталиб Алейсалат Против Самого Алибин Абиталиб Алейсалат Тех самых Хараджитов Муави И Амру Ибин Аль-Асу Это удалось Эти Кораны На копьях Это Один из Инструментов Манипуляция Общественного сознания Рубашка Окровавленная Рубашка Третьего Халифа В качестве Знамени В качестве Флага Это манипуляция История нас Учит История нам Прекрасное Понимание Дает Что Манипуляции Поддаются Абсолютное Большинство И сегодня Мы это все Видим В том числе Я могу Привести Своего Примера Огромное Множество Примеров Как Мои Оппоненты Манипулировали И люди Поддавались Этим Манипуляциям И Поддавались Этим Манипуляциям Не только Скажем Противники Учения Алибин Алейхим Саат Я Множество Примеров Знаю Из числа Последователей Алибин Которые Поддавались Манипуляциям Манипуляциям Которые Проводили И Осуществляли Мои Оппоненты В свою Очередь Когда Обыватель Когда Люди Когда Общество Поддается Этой Манипуляции То Должного Вывода Из Дискуссии Из Критики Или Обмена Мнениями Общество Выводить Не Способно Выводит Ложные Результаты Не Получает Пользы Той Пользы Которую Общество Могло Бо Получить Из Той Дискуссии Или Обмена Мнениями Или Критики Той Пользы Которую Общество Могло Бо Получить Общество Эту Пользу Не Получает Почему Потому что Поддается Этим Манипуляциям И Становится Жертвой Жертвой Этих Манипуляций В конечном Итоге Становясь Врагом Истинный Врагом Общества Эти Не Очень Смышленые Люди Которые Наизусть Знали Священный Коран Прекрасно Знали Священный Коран Поддавшись Став Жертвами Манипуляции Муави И Амра Ибн Аль Аса Я говорю Сейчас про Хариджитов Они Стали Самыми Несчастными Людьми В истории Человечества Одним Из самых Низких И несчастных Людей За всю Историю Человечества Это Участь Человека Который Поддается Манипуляциям Поддается Манипуляциям Нечестного И Жуликоватого Человека Это Их Участь Такова Их Участь Поэтому Для Общества Крайне Важно Научиться Работать С этими Манипуляциями Улавливать Где Манипуляции А где Нет Для Нашего Сообщества Для Шиитского Сообщества Это Не должно Быть Сложной Задачей Почему Потому что За всю Историю Ислама Шииты Всегда Были Элитой Это Не была Толпа Это В основном Была Элита Интеллектуально Духовная Элита Исламского Общества И Сегодня Она Должна Оставаться Такой Же Становиться Толпой И Превращаться В Толпу Нам Не то Чтобы Крайне Нежелательно Нам Непозволительно Поэтому Нам Необходимо Разобраться Нам Нужно Научиться Определять Манипуляции И Научиться Работать С этими Манипуляциями Чтобы Не повторить Историю Софейна Чтобы Не повторить Историю Хариджитов Кто Мы С вами Такие А кто Такие Хариджиты Они Намного Ближе Были К Алибин Аббеталю Али Али Асалат Атавасалам Чем Мы Они В конце Концов Сражались В его Войске Проливали Свою Кровь Сражаясь За Алибин Аббеталю Али Али Асалат Атавасалам А мы С вами Просто Люди Которые Живут Много Столетий И позже И Убеждены И утверждают Что Любят Алибин Аббеталю Али Асалат Атавасалам И являются Его сторонниками И вот Эти люди Которые Сражались В рядах Войск Алибин Аббеталю Али Асалат Асалат Асалам Пошли Против Алибин Аббеталю 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 Пошли Против Самой Истины И самого Корана И Сподвигло Их На это То Что Они Увидели Коран На Копьях Увидев Коран Они Восстали Против Самого Говорящего Корана Это темы Которых Мы С позволения Аллаха Коснемся Опять-таки Повторюсь Материал Довольно-таки Огромный Довольно-таки Объемный Я Вряд ли Сумею Изложить Все Что Хотелось Бы Изложить Наверняка Упущу Очень много Моментов Но Все же Триоритеты Я постараюсь Расставить Чтобы коснуться Самых важных Моментов И не упустить Именно Самые важные И значимые Моменты И От вас Также Требуется Внимательно Слушать От начала До конца Именно Внимательно Слушать И размышлять Над тем Что я Говорю Потому что То о чем Я говорю То что Я хочу Изложить Это Результат Моего Многолетнего Опыта То я С чем Сталкиваюсь То с чем Я сталкиваюсь Уже Очень И очень Долгие Годы То Над чем Я размышляю То Что я Исследую Уже Очень Очень Долгие Годы Итак В чем цель Что Какие цели Мы преследуем В изложении Этого Материала Какие цели Мы преследуем Чего Мы хотим Добиться Как мы Уже Сказали Ранее Этот Процесс Является Крайне Важным Процесс Обмена Менениями Дискуссии Процесс Обмена Доводами Процесс Критики Это Очень Важный И ценный Процесс Отказываться От этого Процесса Ни при каких Обстоятельствах Нельзя И непозволительно Мы не можем От этого Отказываться В противном Случае Начнем Деградировать Начнется Окаменелость И остановится Развитие И рост Нашего Сообщества Поэтому От него Мы никак Не можем Отказаться Но нам Нужно Работать Правильно С этим Процессом Выстраивать Правильное Отношение По крайней мере Постараться На максимум Выложиться И выстроить Правильное Отношение Чтобы извлечь Из этого Процесса Максимум Пользу Максимум Пользы Для развития И роста Нашего Сообщества Для того Чтобы мы Могли Развиваться А не Деградировать А не Уходить Просто-напросто В бессмысленные И Бесплодные Конфликты Эти Конфликты То есть Неправильное Отношение К Этому Процессу Создает Конфликты Конфликты Которые В свою очередь Создают Токсичную Атмосферу В нашем Обществе Создают Атмосферу Недоверия И вражды Это мало Того Что Неплодотворная И вредная Атмосфера Токсичная Атмосфера Так мы Еще и Упускаем Возможность Для развития И роста Если Не выстраиваем Правильное Отношение К этому Процессу Поэтому Крайне Важно Выстроить Правильное Отношение Для того Чтобы Воспользоваться Максимально Воспользоваться Плодами Этого Ценного Процесса И избежать Его пагубных Последствий В виде Токсичной Атмосферы В виде Атмосферы Недоверия И вражды И в виде Бессмысленных Абсолютно И ничем не Оправданных Конфликтов Ссор И споров Поэтому Цель заключается В том Что Во-первых Самому себе Мне Самому себе Напомнить О том Какое Отношение Мы должны Выстраивать Чтобы развиваться И во-вторых Напомнить Об этом Всем тем Кто Является Ученым Или считает Себя Ученым Всем тем Кто проповедует Всем тем Кто Обучает Исламу Всем тем Кто занимается Просвещением В области Ислама Всем тем Кто Высказывает Своё мнение Всем тем Кто критикует Чьё-то мнение Напомнить Также Им О том Какое Правильное Отношение Должно Быть К Этому Научному Процессу Согласно В том числе И Исламским Источникам Священному Корану И Хадисам И Также Возможно Напомнить Кому-то А кого-то Научить Из числа Обывателей Кого-то Научить Тому Каково Должно Быть Отношение Обывателя Какова Должна Быть Позиция Обывателя Когда Когда Они Видят Что Его Учителя Его Кумира Его Авторитета Критикуют Возможно Даже Очень жестко Критикуют Бесчадно Беспощадно Критикуют Как Он Должен Выстраивать Свои Отношения Какое Поведение Он Должен Выбрать Какую Модель Поведения Он Должен Выбрать Такой Ситуации Об этом Обо Всем Мы Подробно Поговорим На этом Сегодня Закончим И В дальнейшем Иншаллах В течение Я точно Не знаю В течение Одного Видеоролика В течение Двух Видеороликов Может И Трех Видеороликов Я точно Пока Еще Не знаю Мы Иншаллах Эти вопросы По пунктам По одному Разберем И Буду Счастлив Буду Крайне Рад Услышать Ваши Комментарии Вашу Критику Желательно Чем-то Хотя бы Обоснованную На этом Все Ассаламу Алейкум Врахматуллахи Ва Баракяту